Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про выпадение волос, что надо делать для остановки выпадения и активного роста волос. Я не буду сейчас рассказывать вам теорию процесса выпадения волос, причины и прочие нюансы, так как многие зрители не любят разбираться в причинах, а любят только услышать, что надо делать, и всё. Плюс к тому, я уже два видео выпускал про это, там всё пояснял, и кому будет интересно, посмотрите по ссылкам под этим моим видео. Я оставлю ссылки на те видео. И ещё, чтобы вы мне не писали под этим видео, мол, вот ещё причины стресса и химиотерапии, ну, кто принимает цитостатики, некоторые аутоиммунные заболевания, сиборейный дерматит, перхоть, радиация, накопление тяжёлых металлов ради нуклида в организме, да, приём синтетических витаминов и гормональные проблемы тоже могут приводить к потере волос, что совершенно очевидно, об этом не будем. Ну, а сейчас конкретно, чего не хватает людям, то есть каких элементов питания в наши дни для нормального роста волос. Почему 95% всех тех, кто теряет волосы сверх меры, это выпадение всё же происходит, ну, у кого нет серьёзных болезней, а потери есть, иногда внезапно, то тогда однозначно не хватает каких-то элементов питания. А вот чего конкретно я сейчас вам расскажу. Итак, в первую очередь у таких людей дефицит кремния, дефицит витамина D3, дефицит цинка, возможно, дефицит каких-то незаменимых аминокислот. Плюс к тому большая проблема – это наличие паразитов определённых, ну, я имею в виду ленточных плоских круглых червей, гельминтов, которые питаются частью ценных минералов, витаминов, потребляя их из нашего организма, ну и принося нам ущерб, в том числе вот, связанный с дефицитом питательных веществ. А теперь особое внимание, без исключения, вот всем людям, кто хочет остановить выпадение волос и более того, по любым причинам, и более того, активировать их рост. Ну, если фолликулы ещё не закрыты, а тогда восстановить ещё всё возможно, нужно применять данные натуральные препараты, и в 99% случаев это поможет однозначно. Итак, что же нужно принимать? Первое – диатомит. Это органический кремний. Или препарат – фулевая кислота с кремнием, получаемым из хвоща в хилатной жидкой органической форме, с самым высоким КПД-усвоением. Кремний – это главная структура волос и ногтей, и их ломкость, хрупкость, как раз, как правило, связана в первую очередь с дефицитом этого очень важного минерала. Да, всё, о чём я говорю, ссылками будет прямо под этим видео дано. Витамин D3, его дефицит – одна из главных причин выпадения волос. Недавно я выпускал видео про новый уникальный инновационный продукт с натуральным органическим витамином D3, а не синтетическим, что огромная разница. Посмотрите это видео, кто ещё не видел. Итак, обязательно принимайте натуральный органический витамин D3 в количестве 5-10, что лучше 1000 МЕ, то есть международных единиц в сутки. Третье – спирулина. Это такая водоросль, это кладезь витаминов и аминокислот и многих минералов. Практически вся линейка витаминов группы В там есть. Посмотрите вот это моё последнее видео про этот уникальный продукт. Я советую его принимать всем и в любом случае, потому что в наши дни дефицит витаминов, минералов колоссален. Четвёртый пункт – это, конечно, в идеале, я так скажу, не обязательно, но в идеале – это фукус в гелеобразной форме натив. Только в такой форме никакой сухой фукус, а это тоже водоросль, не поможет абсолютно. Это, конечно, идеальный вариант, потому что там есть вообще все минералы, какие только могут быть нужны нашему организму. Напомню, морская вода и плазма нашей крови по составу минеральному абсолютно идентичны. И вот как раз водоросль-фукус вбирает в себя полный минеральный состав и может отдать его человеку, если, конечно, находятся все эти элементы в биодоступной форме. Конечно, с предварительно растворённой сложной особой клетчаткой, которая не растворяется нашей ферментной системой организма. Вот почему именно этот фукус лечебный, уникальный. Вот это видео посмотрите непременно про него. Пятая – антипаразитарная программа. Я советую проходить её два раза в год всем людям, потому что паразиты есть у всех. Вопрос только в том, какие виды паразитов, где, в каких местах дислоцируются в организме, в каком количестве, и они причиняют ущерб организму всегда, в том числе связанные с дефицитом питательных веществ. И к тому же продукты токсичные, выделяемые ими, тоже вредны, безусловно, и действуют на разные системы органов и на кожу, и в том числе на выпадение волос. В общем, паразиты – одна из главных причин потери волос. Очень советую каждому человеку два раза в год проходить эту антипаразитарную программу. Кстати, она ещё и гепатопротекторная, то есть заодно укрепите вашу печень. Шестое – водородная вода. Говорить кратко бессмысленно, а долго видео будет длинным, поэтому всё-таки я советую посмотреть моё последнее видео, подать выходу на моём канале, вот это, про водородную воду. Что касается нашей темы, то водородная вода, то есть с избыточным количеством атома водорода, так вот, она активирует обменные процессы. То есть любые питательные вещества, лечебные, лекарственные, лучше и активнее будут доходить до каждой клеточки нашего организма, в том числе питающие волосяные фолликулы, и это очень важно. К тому же антиоксидантные свойства водородной воды колоссальны. Тут главное не купить прибор, который вреден. Но об этом, впрочем, я в видео в том тоже пояснял подробно, лучше посмотрите. Ну и, конечно, ссылку на персональный генератор водорода свободных электронов я дам. Седьмое. Это, конечно, дополнительные меры, но очень важно. Это и есть системный подход, когда мы учитываем не что-то отдельно взятое, и не какая-то там волшебная пилюля предлагается, а действенный метод, когда мы учитываем все нюансы, насколько это возможно. И тогда будет эффективность близкая к 100%. Так вот, восьмой пункт. Это возвратное тепло от организма обратно как бы в него путем отражения инфракрасного спектра. Это микросферы. Есть шапки как раз для этого с микросферами. И вот что я скажу вам. Посмотрите вот это видео, кто еще не видел его. А тема эта еще известна с советских времен, когда в ожоговых центрах использовали кровати, ну как бы матрасы такие, наполненные этими микросферами, для создания, ну, скажем так, как бы невесомости, отсутствия давления практически на кожу для лучшей регенерации. Вот тогда этот эффект отражения очень интересный. Увидели, а дальше, а дальше видео посмотрите, вы будете просто поражены. Восьмой пункт. Облучение СВЧ-ВЧ источниками излучения. Скажу пару слов, что касается вот этой темы. Это в том числе влияет тоже именно на выпадение волос, ну в том числе. Хотя в меньшей степени, чем другие факторы, приводимые мною раньше, но все же. Посмотрите хотя бы вот это последнее видео на данную тему. Да, и конечно, чуть не забыл девятый пункт. Цинк. Самая лучшая, активная и на 100% усваиваемая форма цинка, это липосомальный цинк. Вот, собственно, и все. Да, цинк я рекомендую двойную дозу, вот рекомендованные на упаковке принимать. И вот это все. Мы закрываем практически 100% тех проблем, которые возникают вследствие дефицитных состояний тех или иных веществ, ну и последующих за ними сбоев, скажем, обменных процессов и так далее, и так далее. Вы скажете много всего? Нет, не много. Дело в том, что системный подход и отличается от гаданий на кофейной гуще или полумер в надежде получить волшебную пилюлю, и что все пройдет как раз, что учитываем мы все, все, что возможно. Ну и результат, если не лениться, конечно, будет близкий к 100%. И еще будут побочные явления в виде общего укрепления здоровья, повышения иммунитета. Все то, о чем я вам говорил в этом видео, я оставлю вам по ссылке под видео, которая поведет вас на страничку на моем сайте youfrolov.blog. И на этой страничке будут те ссылки, по которым я оставил вам необходимую информацию. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.